Утро, друзья, господа, мои друзья, единомышленники. Доброе утро, страна Ибауми. Пожалуйста, обозначьте, как меня слышно. Замечательно, отлично. Ну что ж, тогда начнём. Ну, осталось чуть больше недели до грандиозного мероприятия. И я думаю, что у всех уже чемоданное настроение. Все ждут чего-то необыкновенного от этого мероприятия. Я тоже вместе с вами. Очень много идёт сейчас информации о том, что надо быть там обязательно. Очень много идёт информации, насколько важно это мероприятие. И каждое наше мероприятие начинается именно с этой информации. Поэтому я сейчас очень долго на этом не буду заострять своё внимание, потому что без меня об этом говорят постоянно. Я сегодня для вас подготовила очень интересную информацию. И думаю, что, может быть, для некоторых я открою какие-то удивительные секреты, как вообще общаться с людьми, с нашими кандидатами, и как более эффективно общаться. Чтобы были результаты, чтобы был успех, ну, чтобы были большие чеки, чтобы были огромные организации. Я думаю, что каждый из нас об этом очень мечтает. Много и думает, и, ну, дай Бог, чтобы у нас всё с вами получилось. Поэтому мы сегодня с вами поговорим о самом, наверное, важном. В прошлый раз я закончила, помните, тем, что люди разные, и мы с вами работаем на разных рынках. И, вы знаете, я просто вот смотрю, что последнее время идёт информация в основном на приглашении сетевиков. Но вы же чётко сознаёте и понимаете, что для всех сетевиков не хватит. Да, есть такие, которые переходят из компании в компанию, долго не задерживаясь. И, возможно, их тоже надо пригласить. Но у нас есть огромный-огромный рынок других людей, которые тоже, по всей вероятности, мечтают о лучшей жизни. Поэтому почему бы и им не рассказать о том удивительном проекте, о той удивительной возможности, которая у нас есть. Главное, надо правильно об этом рассказать. Ну и я просто, знаете, начну, наверное, всё-таки со своей истории. Вот когда-то в 99-м году, 1 января, я подключилась к этой индустрии, была очень воодушевлена. И, скажу вам честно, подписывала вообще всё, что шевелится. И подписаний было много. И в какой-то определённый момент я просто поняла, что я занимаюсь переписью, что люди, которых я приглашаю в бизнес, как правило, не работают. Надо им что-то дать. Их надо, оказывается, чему-то научить. И вы знаете, вот этот процесс был достаточно длительный. На продажах я зарабатывала всегда неплохо, это было и 30, и 40, и 50 тысяч рублей. А вот что касается чека, то вот он как-то, знаете, вот не поднимался больше 15 тысяч рублей, ну может быть 20, но это был просто предел. И так происходило достаточно долго. И вы знаете, что интересно, то я перепробовала ведь всё за это время. Это, наверное, года три проходило, потому что именно на третий год, на третий год я вышла на очень серьёзный чек, это где-то 30 тысяч долларов. И вот я просто стала анализировать, стала анализировать, из-за чего это стало происходить. Вы знаете, удивительно, что в первой компании, конечно, я посещала все тренинги, я читала очень много книг. А вот в той компании, в которой я состоялась, понимаете, вот этого не происходило. Там не было обучения, там не было тренингов, там не было событий в основном. Все те события, которые там происходили, мне приходилось организовывать их самой. Так вот, я просто поняла, что вообще со мной произошло. Дело в том, что я очень много, очень много проводила встреч. И вот я уже и в прошлый раз вам сказала, что 80-90% нашего успеха зависит вообще от того, даже, можно сказать, 80-90% нашего времени, именно мы должны заниматься тем, чтобы приглашать и проводить встречи. 80-90%! Конечно, прекрасно, что мы сегодня читаем книги от создателей фильма «Секрет», мы читаем книги по психологии, мы увлекаемся визуализацией, мы, все это прекрасно, но если мы с вами не начнем действовать, именно делать те действия, которые принесут нам результаты, тогда, в общем, мы будем очень долго идти к успеху. И вот, возвращаясь к тому, что со мной произошло, действительно, на третий только год я вышла на результаты. И поверьте мне, это не зависело от того, что написала я цели или нет, занималась ли я визуализацией или нет. Это просто зависело от того, что я выработала на автомате привычки, я выработала привычки приглашать и проводить встречи. И они просто в какой-то определенный момент, ну, просто поднялись, ну, как высший пилотаж, да, на самую высокую, наверное, точку. И вы знаете, и вот я недавно нашла эти ежедневники, и просто поразилась, что почему-то в какой-то определенный момент мы забываем то, что мы использовали всегда и что давало нам результат. И сегодня я решила освежить, где-то немножко добавить уже с учетом того, какие есть сегодня знания, освежить эти знания и дать вам то, что я считаю, что будет важным. Ну, и еще один такой момент, что буквально, оказывается, я уже использую эти навыки, и сегодня просто я, ну, не особо как бы уже на автомате, не особо в этом это замечаю. Ну, вот буквально сейчас, перед тем, как мне открыть наш телеканал, мне позвонила девушка и попросилась ко мне навстречу. И это было для меня еще раз, ну, просто доставило мне удовольствие, потому что я поняла, что эта система сработала. Потому что в воскресенье мы с мужем были в одном торговом центре, я зашла в один бутит, познакомилась с женщиной, мы подняли какие-то общие темы. В результате я попросила, вернее, я ей сказала, как использовать те навыки, про которые я сегодня буду вам говорить. И она проводила нас просто вот до выхода, эта женщина, и тысячу раз мне говорила спасибо о том, что я обратила на нее внимание. И что интересно, что ее дочь, которая занимается бизнесом, сегодня мне позвонила. То есть я поняла еще раз, что это работает. Я поняла, что это работает, когда буквально несколько недель назад я в одном из торговых центров, в которых постоянно обслуживаюсь, тоже завела разговор с женщиной, которая обслуживала меня уже не однажды. И я просто сказала такие вещи. Вы знаете, мне очень нравится, как вы работаете, вы делаете все быстро, профессионально. Я бы хотела с вами познакомиться. Вы могли бы дать мне телефон? Она говорит, да, с удовольствием. И она тоже начала писать мне свой телефон. И я ее спросила, а скажите, когда удобно мне позвонить? И она мне говорит, вы знаете, после 10 вечера. Я сделала удивительные глаза и спрашиваю, 10 часов вечера, неужели так поздно? Вы так долго работаете? Она говорит, да, я работаю каждый день до 10 часов. И я тогда сказала, вы знаете, было бы неплохо вам вообще уменьшить вот этот вот рабочий день, но при этом зарабатывать не меньше. И она настолько заинтересовалась, что потом даже сама просто меня нашла для того, чтобы я дала ей эту информацию. И что удивительно, вы знаете, там не надо много рассказывать. Я ничего не рассказывала этой женщине. Я просто поставила презентацию, она посмотрела, и я ее спросила, мы будем стартовать? Она говорит, да, конечно, обязательно. И она тут же зашла в бизнес. Поэтому вот я сегодня хочу вам рассказать такие секреты. И секреты заключаются в следующем, что мы с вами должны отработать, наработать навыки. Потому что без навыков в этой индустрии ничего не получится. Мы можем работать очень упорно и долго, очень долго можем работать. Но если мы не наработаем навыки, которые должны дать нам результат, ну, все. Итак, начинаем. Так вот, навыки профессионального общения будут заключаться вообще в следующем. То есть мы постоянно будем выходить вот на эти три шага. Постоянно. Это научиться разговаривать с людьми. То есть научиться, как разговаривать с людьми. Это первое, что мы должны с вами научиться. Понимаете, водитель, когда садится за машину, он ведь тоже определенные навыки получает. Навыки вождения. Например, человек, который встал к креслу и начинает стричь и делать прически, он ведь тоже определенные навыки прошел. Или, например, человек, который пришел и стал работать, допустим, в офисе, он тоже 5-6 лет учился в институте, прежде чем освоить эту работу и профессионально ее делать. То есть, понимаете, мы тоже с вами должны наработать эти навыки. Так вот, второй навык – это где найти людей и кому говорить. Где найти людей, кому говорить мы будем. Вот это вот очень важно. И здесь я знаю, что мы с вами уже прошли очень много всяких тем, где мы уже знаем, что в интернете сейчас очень много есть возможностей найти людей. Итак, что же мы будем с ними делать? Нам нужно будет, вот когда мы их привлечем, когда мы их привлечем в бизнес, нам нужно научить их, научить их делать те же действия, которые, те же навыки, которые научились делать мы. То есть, это приглашать в бизнес и научить, обучать навыков новичка. Итак, переходим к следующему. Существуют, вы знаете, существуют определенные фразы, которые надо использовать в разговоре с кандидатом. И они играют очень важную роль. Кандидат сам начинает интересоваться. Вот только что я вам рассказала, как бы, свои истории. Но здесь я должна немножко вам сказать больше. Раскрыть, может быть, вот действительно секреты. А в чем же, что же происходит? Вот помните, я на предыдущем занятии, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто вообще был на прошлом занятии, когда я говорила о правилах проведения рандеву. Так, были люди. Замечательно. Отлично. Отлично. То есть, вы помните, что мы с вами на встрече должны ответить на пять вопросов. Простой ли это бизнес, кто мне будет помогать и так далее. Сколько я буду зарабатывать, да? То есть, на эти вопросы. И при этом там пять вопросов, которые мы, как правило, задаем. Чем вы занимаетесь, что вы любите, да? Как вы относитесь к сетевому маркетингу? И вот смотрите, мы вообще на встречах, я не говорила, что мы очень много должны рассказывать о компании. Мы просто должны сказать, что она надежная, она легальная, она действительно... Ну, то есть, очень мало, очень мало о продукте. О чём же мы с вами вообще разговариваем? Мы вот и должны на встречах как можно больше употреблять вот эти фразы, которые работают. Что же они делают? Что же они делают вот эти фразы? Дело в том, что учёные доказали, что человек принимает решение вообще в течение семи секунд. И решение приходит на автомате. Почему? Ну, потому что, оказывается, мы таким образом воздействуем на подсознание. То есть, решение принимает подсознание. А подсознание – это вот просто на автомате. Ничего не надо доказывать, ничего не надо, никого не надо уговаривать, ничего не надо, ну, действительно, вот много заниматься какими-то убеждениями. Оказывается, оказывается, нужно, чтобы вот просто щёлкнуло. Что такое щёлкнуло, да? Ну, вот смотрите, каждый из нас находится в какой-то определённой программе. Вот все, вот все, исключительно все находятся в программе. Вот мы сегодня с вами находимся в программе iWOW. И вы можете, например, наблюдать, что когда вам начинают делать предложения другой компании, вы чувствуете себя некомфортно. Вот то же самое происходит с людьми, которые к нам приходят. Вот они приходят, и если это сетевики, например, да, или просто люди из обыкновенного мира, они сидят и думают, ой, сколько вот времени она будет говорить об этом. Вот это ничего не работает. Вот это вот опять какая-то пирамида, это опять какой-то лохотрон, это опять какая-то, ну, вот какой-то обман. То есть у них крутится своя программа, в которой они находятся. И когда вы озвучиваете, что это сетевой маркетинг, ну, они точно вам сразу и выложат. Всё, это я знаю, это пирамида. И даже бывает так, что когда мы просто с нашими знакомыми начинаем, ну, например, вот вы в гости пришли, вот мне буквально на днях рассказывал, вот пришёл молодой человек в гости к своему однокурснику, где они с ним не встречались на день рождения, они не встречались в 5 лет. И первый вопрос, который он ему задал, слушай, а чем ты занимаешься? И я понимаю, что если мы в данный момент времени будем говорить, ты знаешь, я работаю в компании международной, продвигаю продукты, современный сервис видеокоммуникаций, вот мы знаем все результат, какой будет, да, результат, как правило, мы знаем. Ну, всё, да, никто нас слушать не будет. Поэтому что же нужно делать, что же нужно делать, как нужно разговаривать с людьми, как нужно вот эту вот программу сломать, да, как убрать вот эти вот отношения людей к нашим проектам, к нашим высказываниям, то есть что нужно поменять. А это вот как раз вот и работают вот эти вот фразы. Вот эти фразы, потому что эти фразы конкретно работают на подсознание, а подсознание принимает решение. И вот когда я сказала этой женщине, было бы неплохо вам использовать рекламу и сделать эту рекламу через интернет, чем оплачивать, например, вот эту аренду, которая для вас сегодня очень дорого, раз вы оплачиваете ипотеку, да, и это человека сразу заинтриговало. И он понял, что же это такое, мне предложат такое, что для меня будет выгоднее. И, конечно, человек сам начинает спрашивать. И всегда интересно, когда нас просят. Кто согласен со мной? Что интересно, когда нас просят рассказать. Лучше, когда нас просят рассказать, чем когда мы рассказываем. Конечно, конечно, согласны со мной. Замечательно. Так вот, смотрите, чтобы убедиться, что действительно подсознание принимает решение, я вам расскажу несколько примеров, чтобы вы уж точно убедились. Ну, я вот помню, что в моей юности, когда в кинотеатрах шли индийские фильмы, ну, просто вот такой пример сразу пришёл в голову, и мы приходили, полный зал народу был, и когда, например, там начинают, это же боевики первые были, да, и вот там борьба такая-то, и вдруг такие страдания, и мы слышим, что весь зал шмыгает носом. То есть мы видим, глаза у всех блестят, все на мокром месте, все плачут. Почему это происходит? Ведь мы же чётко, наш разум чётко даёт нам такую информацию, что это неправда. Это неправда. Но мы плачем. А подсознание нам говорит плач, и мы плачем. Понимаете? Так вот, ну, примеров очень много может быть. То есть, что человек принимает решение в течение 7 секунд, плакать или не плакать, раз и заплакал. Или, например, я вам такой пример приведу. Вот у меня под окном стоит машина. Я очень давно не садилась за руль, и вдруг я, значит, вам говорю, вы у меня в гостях, я говорю, я вас отвезу. Но вы знаете, что я 5 или 10 лет не садилась за руль, и вы мне говорите, нет, 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 мы закажем такси, и не надо вас беспокоить. Почему? Вы быстро принимаете решение, что со мной ехать в машине очень опасно, потому что я уже эти навыки подзабыла. Вот это говорит о том, что действительно за 7 секунд, за 7 секунд на автомате принимаются решения. И вот успешные сетевики знают это. И вот помните, я вам говорила, что на встречах, на встречах люди покупают то, что им нужно, то, что им нужно, а не то, что мы хотим. Они покупают нас, и они покупают то, что им нужно. И вот смотрите, успешные сетевики знают, важно не то, что ты говоришь, а важно, во что они верят. И вот я специально для вас выбрала несколько ключевых фраз. Вообще их очень много, но я вот так вот полистала, что у меня было, где-то ещё нашла информации. И смотрите, и вот эти ключевые фразы. Я только что узнал, как можно и дальше идёт потребность этого человека. Или было бы неплохо, если бы и дальше идёт потребность человека. Я показываю людям, как и дальше идёт потребность человека. Все говорят, что и дальше идёт потребность человека. Все знают, что и дальше идёт потребность. Существует на Земле два типа людей. Или есть одна старая пословица, или есть хорошая новость и плохая. Мы к этому ещё вернёмся. И вы знаете, я сегодня, ну просто вот специально для вас, правда, конечно, торопилась, может быть, где-то немножко ошибки сделала, но всё-таки выписала, ну вот как можно больше потребностей. Я вам вообще рекомендую это сделать. Вот у меня когда-то, когда я очень успешно вела бизнес, у меня на одной стороне ламинированной карточки форматом А4 были выписаны вот эти ключевые слова, ключевые фразы. А на другой стороне у меня было выписано 55 потребностей, которые я раскрывала для человека, предлагая им то, что я на тот момент продвигала. И вот смотрите, вот я уже сказала, что не только сетевики. Мы как-то увлеклись, сетевики, сетевики. И смотрим, что они на самом деле, если они сегодня очень долго не получили результат, проработав 3, 4, 5, 6 лет уже в бизнесе, 10 лет, они, знаете, уже подвыдохлись, они уже подиспортили свой рынок. И поэтому, в принципе, ну вот большого, если у них нет готовой структуры, то большого результата, возможно, вы с ними не сделаете. Но я вам, поверьте, я вам скажу, что много людей, очень много, которые могут заинтересоваться нашим предложением. И я уверена, что у нас будут огромные структуры. Итак, вот потребности человека, которые могут удовлетворить. Я думаю, что нас сегодня кто-нибудь записывает, и поэтому вы потом можете это просмотреть еще раз и выписать, добавить свои какие-то потребности, которые вы сами придумаете. Но вот у меня, например, вот это вот есть. Увеличить пенсию. То есть вот смотрите, было бы, вот вы просто подставляете, да, и вот то есть во время разговора с человеком вы просто подставляете вот эти вот фразы. Было бы неплохо, например, да, увеличить пенсию несколько раз. Это вот как для пенсионеров. Было бы неплохо оказаться в окружении интересных людей, которые могут научить жить в достатке. Было бы неплохо научиться пользоваться компьютером, интернетом, и обращаться с родственниками, друзьями, которые живут далеко. Было бы неплохо сделать дорогие подарки своим близким. Это пенсионеры думают, внукам, детям, да. Было бы неплохо покупать все то, что желает душа, да. Было бы неплохо съездить отдохнуть куда-нибудь не за свой счет. Или было бы неплохо оставить после себя наследство. Или я недавно узнал, да, не так давно узнал, как можно иметь серьезный пассивный доход. Или как можно зарабатывать свое свободное время. Или как финансово не зависеть от мужа. То есть это вот уже для домохозяек, например, пошло, да. Или, например, как работать дома, но при этом зарабатывать больше, чем муж. То есть вот подставляйте к этим ключевым фразам, подставляйте вот эти потребности. Было бы неплохо научиться использовать в своем бизнесе новые инструменты, компьютеры, интернет. Это уже как с сетевикам, да. Было бы неплохо найти серьезную, надежную, легальную компанию, где все хорошо. Вот к вам приходит, например, сетевик и говорит, я уже 10, я уже 20 компаний прошла. И вы знаете, мне уже вот так вот надоел этот сетевой маркетинг. И вы говорите, а знаете, было бы неплохо найти серьезную, надежную, легальную компанию, где все хорошо. Согласны со мной? И дальше можно, дальше можно идти и разговаривать. Или, например, было бы неплохо через 5 лет уйти на гарантированную пенсию. Или создать пассивный доход. Или выйти в первый месяц на чек в 1000 долларов. Было бы неплохо выйти в первый месяц на чек в 1000 долларов. Вы разговариваете, вы разговариваете с человеком, но вы постоянно вот эти фразы включаете в ваш разговор. Или было бы неплохо иметь структуру в 1 миллион пользователей, да. То есть надо же найти такой проект. Или было бы неплохо пользоваться услугой видеосвязи, еще зарабатывать на этом. Или выйти за короткое время на хороший чек. Или было бы неплохо заработать за год миллион долларов, да. Вы знаете, буквально недавно у меня мой друг именно на это и подался, да. Потому что в очередной раз, когда мы с ним разговаривали по скайпу, я два года его приглашала в этот бизнес. И вдруг я, значит, ему говорю, ты знаешь, мы заработали очень, мы очень много заработали долевых единиц с Андреем. Ты знаешь, это потрясающе, это огромные деньги. Я думаю, что и тебе было бы неплохо за год миллион долларов заработать. Потому что сегодня это ценные бумаги, а завтра это серьезные доходы. И вы знаете, я два года его приглашала. А тут случилось следующее. Через час он был у меня дома. Вот так работают эти фразы. Или было бы неплохо зависеть от родителей в материальном отношении. Не зависеть от родителей в материальном отношении. Это уже конкретно, например, к студентам, к молодым людям, да. Или, например, было бы неплохо получать доход от общения с друзьями, используя современный сервис видеоуслуг. Или было бы неплохо познакомиться с хорошей умной девушкой. Но это может подходить и к серьезным людям, которые, например, приходят одиноки, и они ищут свою половинку. И мы знаем, что у нас на мероприятиях, у нас даже очень много людей интересных, главное, целеустремленных, умных, порядочных. И поэтому запросто можно. Я очень часто использую такие вот подходы. Было бы неплохо познакомиться с интересной женщиной, да. И мужчина одинокий, он на это действительно западает. Вот. Бывает даже спрашивает, Марина, а вы замужем? Ну и дальше. Позволить себе присутствовать на крупных международных тусовках. Я думаю, что для молодых людей это вообще, они же любят тусить. Поэтому было бы неплохо позволить себе присутствовать на таких тусовках, да. Или было бы неплохо с командой друзей, имея деньги, поехать к морю в любое время года. Я думаю, что это тоже интересная потребность. Или было бы неплохо заниматься престижным бизнесом, не прерывая учебы. Но я еще раз говорю, это вот то, что я для вас подготовила. Но вы можете добавить другие. Вы же проводите встречи, вы видите, какие потребности вы раскрываете в людях. И вы можете добавить что-то другое. Я вот не написала, например, ничего про инвестиции. А вы можете запросто приготовить еще и такие потребности. Ну, например, было бы неплохо иметь возможность быть в кругу успешных людей и обучаться у них. Это тоже интересно. Или получив образование, уже четко знать, кем ты будешь. Или, например, это уже для предпринимателей. Было бы неплохо сэкономить на рекламе, увеличив при этом свой товарооборот. Или, например, было бы неплохо начать серьезный бизнес с маленькими инвестициями. Я думаю, что это тоже может заинтересовать вообще предпринимателя. Или заинтересовать любого человека, который вообще хочет изменить свою жизнь. Потому что он четко знает, все знают, чтобы открыть бизнес, нужно много денег. То есть вот вам, пожалуйста, еще одна фраза. Все знают, чтобы открыть бизнес, нужно большие вложения. А тут вы говорите, что было бы неплохо открыть этот бизнес вообще с маленькими инвестициями. Или было бы неплохо повысить эффективность своей деятельности, используя современный сервис видеоуслуг. Или не терять время на поездки, используя новый сервис видеоуслуг. Это вот уже, опять же, для предпринимателей, для руководителей. Или, например, было бы неплохо иметь доход с огромного рынка видеосвязи. Или иметь пассивный доход на долгие годы. Я думаю, что об этом мечтают вообще все предприниматели, все бизнесмены. Или еще интереснее иметь пенсию, было бы неплохо иметь пенсию через 5 лет в несколько тысяч долларов. Или было бы неплохо иметь доход в быстроразвивающейся индустрии. Сегодня все ищут, где зарабатывать деньги. Потому что ниши заняты, конкуренции огромные. Где можно зарабатывать деньги? Вот я думаю, что это вам пригодится. И еще раз говорю, что вы можете и добавить еще свое что-то. Или, например, было бы неплохо зарабатывать деньги, пока вы спите. Это вообще классно. Вот представьте себе, человек говорит, ой, я вообще столько работаю, столько работаю у меня. А вы говорите, вы знаете, было бы неплохо, наверное, зарабатывать деньги, пока вы спите. Или было бы неплохо, если это вот вольно-наемный уже рабочий, да, наемный, вернее, рабочий, было бы неплохо уволить своего начальника. То есть вот он вам рассказывает, вы знаете, ну работа может быть и ничего. Я даже, знаете, и уже ничего не говорю о том, что ну не так много... Но начальник такой идиот, такой дурак, ну просто не могу. И вы ему можете говорить, было бы неплохо уволить своего начальника. Представляете, какая ситуация сразу, и он как может на это прореагировать? Он скажет, расскажите как, расскажите как. Или было бы неплохо работать в два раза меньше, а получать в два раза больше. Или было бы неплохо восстановить свое здоровье. То есть есть возможность, есть деньги, и мы знаем, что сегодня деньги делают многие вещи. Или погасить все кредиты и долги. Вот человек говорит, ой, я вообще сегодня в связи с кредитами, ипотека там у меня, вообще я квартиру взял в ипотеку. И вы говорите, было бы неплохо погасить все кредиты и долги. И вы представляете, и он говорит, как, подскажите как, потому что меня это достало уже. Или, например, купить или поменять там новый автомобиль, да. Или просто было бы неплохо заниматься любимым делом, имея на это время. Потому что у людей, которые работают с утра до вечера, они просто заняты этой работой. У них нет просто времени, но есть всегда какие-то любимые дела, которыми они, ну, очень хотят уделить время. Скажите, меня слышно? Я никуда не делась, я не зависла? Замечательно, замечательно. То есть, смотрите, мы подводим человека к тому, чтобы они сами просили нас рассказать о бизнесе. Вот что мы с вами делаем вот этими фразами. И вот, знаете, я еще подготовила, поэтому вы сделаете следующее. Вы просто просмотрите еще раз вот это видео. Я думаю, что нас сегодня кто-нибудь записывает. Скажите, нас записывает сегодня кто-нибудь? Чтобы потом, замечательно, отлично, отлично. То есть, чтобы у нас с вами, ну, просто вы просмотрели еще раз и просто выписали ту важную информацию, которую вы считаете, что она для вас важная. Но я еще хочу вам показать, как работают эти фразы. Вот, например, существует всего, существует два типа людей. И я просто вот записала, да, что имеется в виду. Каждый месяц работают первые. Это каждый месяц работают за свою зарплату. А другие, другие этого не делают, но получают намного больше, чем предыдущие. Вот вам, пожалуйста, еще. То есть, во время разговора вы просто вот это говорите и потом говорите. «А ты к кому хотел бы себя отнести?» Явно, что он скажет. Ну, конечно, скажи «как». Скажи «как». Или, например, первые, существует всего два типа людей. Первые ходят на работу всю свою жизнь для того, чтобы их начальник имел хороший дом, красивую дорогую машину. А другие знают, как начать свой бизнес в свободное время. Вот вам, пожалуйста, к кому ты хочешь себя отнести? Или, например, одни ходят на работу всю жизнь, а другие знают, как уйти через пять лет на пенсию. Вот вам, пожалуйста, существует два типа людей. Одни ходят на работу всю жизнь, а другие знают, как уйти через пять лет на пенсию. И вам человек, который сидит напротив, он сразу скажет, «Ну, слушай, расскажи, а ты что, знаешь?» «Да, знаю». «Расскажи, пожалуйста, как можно это сделать?» Или, например, одни знают, как можно уйти на пенсию, проработав всего пять лет. Другие даже не доживают до пенсии, потому что много и тяжело и упорно работают. Ну, то есть вот ещё один. Или, да, существует два типа людей. Одни страдают и жалуются, другие радуются жизни и живут в доставке. Ты к кому себя отнесёшь? И вот таким вот образом вы можете подвести человека на встречи, да не обязательно даже на рандеву, да? Вы можете это делать просто разговаривая со своими родственниками, со своими друзьями и даже незнакомыми людьми просто при знакомстве, при какой-то встрече, просто где вы, ну, допустим, находитесь где-то рядом. Ну, и ещё вот, помните, я там говорила фразы? Вот мы можем вернуться, мы можем вернуться к ним, да? Вот, вот чтобы они у вас были на виду, да? Вот, ещё, значит, есть старая, есть одна старая поговорка или пословица. То есть люди привыкли, что если это старая, если это пословица, она же нарабатывается годами, ей надо верить, понимаете? Ей надо верить. Поэтому вы просто подбираете такие фразы, которые подходят под пословицу. Вот я специально вчера посидела так вот и, в общем, написала. Ну, например, есть старая пословица. Ты никогда не станешь богатым, просто работай на хозяина. Посмотрите, ты никогда не станешь богатым, просто работай на хозяина. Вот тебе, пожалуйста, пословица. И он сидит, ну да, это же старая, это же пословица, это же поговорка старая. Всё, действительно, что с этим делать нужно? Или богатые люди никогда не отказываются от возможностей. Есть старая пословица. Богатые никогда не отказываются от возможностей. Или, например, есть старая пословица. Два дохода лучше, чем один. Или, например, есть старая пословица. Дополнительный доход лучше, чем ничего. Или, например, есть старая пословица. С мира по копейке голому рубаха. И покажите, сколько... О чём идёт речь? Ты понимаешь, что речь идёт вообще о видеосвязи? Представьте себе, сколько мы будем зарабатывать с абонентской платой. С каждого, с каждого. Понимаете, вот уже подсказывают. Кто не работает, тот не ест. Вот, значит, надо поработать. И вот смотрите, можно... Старая пословица. Есть старая пословица. Можно стать очень богатым, предлагая всем то, что им нужно. И спрашиваете, как ты думаешь, что сегодня нужно каждому? Самое главное – это поесть и пообщаться, да? Представляете? Вот то есть вы человека, вот снимаете с него эту программу, вот снимаете, вы воздействуете на подсознание, и подсознание принимает решение, и человек сразу начинает задавать вопросы. Потрясающе. Или, например, есть старая пословица. Выучить хорошо, но лучше сделать. Замечательно. Или, например, маленькие деньги делают великое дело. То есть вы можете сказать, вы знаете, маленькие... Есть старая пословица. Маленькие деньги делают великое дело. Вы знаете, наш бизнес начинается всего с 250 долларов. Но при этом есть люди, которые уже получают чеки в 100 тысяч долларов. Понимаете? Вот таким вот образом можно подойти к людям. Вот постоянно, постоянно нужно использовать вот эти фразы. Или вот дальше. Вот смотрите. Есть хорошая новость и плохая. Вот вообще этих ключевых фраз их очень много, их сотни. Ну, вы понимаете, что если я очень много сидела бы и поднимала бы, и писала бы, это потратила бы очень много времени. А у нас с вами всего, вот видите, уже 40 минут. Поэтому я все-таки еще вам дам. Вот есть хорошая новость и плохая. Плохая мы никогда не станем богатыми, если будем ходить на работу. И хорошее, что можем начать свой бизнес всего за 250 долларов. Вот вам, пожалуйста. Или, например, есть хорошая новость и плохая. Хорошее – это то, что огромный рынок пользователей, например, вашего города видеосвязи, будет, может принадлежать вам. А плохая – ну, это то, что этот рынок пока не знает об этом. Понимаете? Вот. То есть надо все-таки поработать. Но то, что вы говорите хорошая и плохая новость, да, и есть хорошая новость и плохая, и люди… С людьми что происходит? Они сразу ждут. Они ждут, что вы дальше скажете. И вы говорите такие вещи, которые возбуждают у них интерес. И они начинают задавать вопросы. Как? Расскажи, как? Итак, есть хорошая новость и плохая. Плохая – люди оценивают нас по одежде, а хорошая – на красивую одежду мы можем быстро заработать. Или хорошее – что у нас есть возможность стать акционером компании, а плохая – что такая возможность скоро закончится. Поэтому ни в коем случае не надо тормозить, надо сегодня активно действовать. Надо активно работать. И просто может… У тебя есть еще такая возможность. И мы можем это сделать вместе. То есть есть хорошая новость и плохая. Хорошая – у нас есть возможность зарабатывать пенсию в несколько тысяч долларов. А плохая – для этого надо работать только в этой компании. И очень активно – пять лет. То есть вот, пожалуйста. И у человека возникают вопросы. Или, например, есть хорошая новость и плохая – хорошее – что вы сегодня узнали, как можно построить большие структуры, используя эти фразы. А вот плохая новость заключается в том, посмотрите, сколько на телеканале витамины для ума сегодня присутствует ваших людей. Представляете, как важно было бы, чтобы они сегодня были здесь. Как важно было бы, чтобы они узнали эту информацию. Ну и вот смотрите. Смотрите, вот я уже начала говорить о том, что вот на встречах бывает, вы знакомитесь и спрашиваете, чем, и вас спрашивают, а чем ты занимаешься. И вот мы здесь используем, значит, я показываю людям, как. Вот если мы с вами начнем говорить, что я работаю в международной компании и так далее, и так далее, у нас там инвесторы, у нас там маркетинг-план, у нас люди все… Ну все, ну опять то же самое, ну ты не единственный, да? Вот. А если мы можем говорить так, ты знаешь, чем я занимаюсь? Ну я вообще по профессии, я вообще учитель, да? Но при этом я показываю людям, как можно иметь дополнительный доход. Или, например, то есть опять же подставляйте те потребности, про которые я вам сказала. То есть я по профессии, например, товаровед, но при этом я показываю, как можно заработать пассивный доход людям. Или, например, я работаю в офисе, но при этом я показываю людям, как можно работать дома и зарабатывать серьезные, иметь серьезный доход. Вот таким образом вы можете воздействовать на наших людей К нам каждый день приходят одни и те же Они бывают негативные, бывают позитивные Вот, например, с негативными можно разговаривать таким образом Вот помните Си? Я вам говорила, что Си, да? Си тоже надо приглашать Потому что, конечно, много можно потратить на него время Надо просто отобрать его быстро Если Си достойный, то можно брать Если Си вообще ничего не надо, значит, не надо брать То есть вы просто, ну, кто такие негативные люди? Помните, я вам сказала Это те, которые вечно жалуются, вечно у них всё не так Вот, и вот они жалуют У меня, например, нет, ну, у меня нет машины И вы задаёте такой вопрос А ты хотел бы что-то изменить? А ты хотел бы, чтобы она у тебя была? Да? Вот, и вот смотрите И сразу он, конечно, может... Ну, да, конечно И вот тут, опять же, вы начинаете с ним уже работать То есть люди, которые позитивные к вам приходят Но их нужно найти, у них нужно вообще проблему То есть есть такие люди, у которых вообще всё хорошо Вот они буквально недавно получили квартиру Взяли её в ипотеку Они счастливы, без ума Потому что они теперь живут в своей квартире Ну, вы представляете, вы всё понимаете, да? Вы понимаете всё И смотрите, что вы говорите Я понимаю, что у тебя всё здорово Но у тебя есть сегодня какая-то проблема? Одна-две проблемы есть? Ну да, ну да, есть Мне ж теперь надо за ипотеку платить Слушай, а что ты собираешься с этим делать? Как ты собираешься? И вы можете... Было бы неплохо за два года заплатить эту ипотеку, да? И смотрите, и тут же, тут же вы человеку даёте возможность И он говорит, слушай, скажи, а как это возможно? А расскажи мне, как? Вот, понимаете, им не нужна наша компания Им не нужен наш проект Им нужно узнать, как им нужно погасить Можно погасить ипотеку в короткое время То есть мы подводим человека к тому Чтобы они сами просили нас рассказать о бизнесе Сами просили нас рассказать о бизнесе И, ну, что здесь вот как бы уже в завершении Хотелось бы сказать, да? Ну вот можно ещё, конечно Ну, какие-то примеры привести Вот, ну, в принципе, я думаю, что даже достаточно Вот, если вы хотите, чтобы у вас был результат Если вы хотите, чтобы у вас был результат Используйте, пожалуйста, эти фразы Как можно чаще Вставляйте их в свои беседы, встречи В звонки по телефону, в рандеву, в разговоры Вообще вот не умничайте, понимаете? Я вот прошлый раз вам сказала Вот, знаете, есть старая пословица Есть старая пословица Чем проще, да? Будь проще, да? И люди к тебе потянутся Помните? Вот вам, пожалуйста То есть исходя из этого На самом деле Нужно вот использовать всё это Будьте проще Разговаривайте проще Не умничайте Потому что когда мы начинаем умничать Человек, во-первых, чётко сознаёт и понимает Он никогда не сможет вас дублицировать Он думает, я никогда не смогу так рассказать Она так много всего знает Поэтому и действительно это не приносит результата Вот самое большое Самое, наверное, я уже вначале говорила Почему было переписи, переписи, переписи Потому что, потому что действительно не было дубликации Потому что, ну, повторить вот такую вот Ну, очень активную, как я Ну, наверное, очень сложно А если вот эти простые слова Простые фразы Простые переговоры Простые беседы С использованием вот таких простых фраз Выучите просто ключевые фразы Выучите потребности Сделайте себе шпаргалку Вот Для своих знакомых вы знаете, как их раскрыть Если это незнакомый человек Ну, задайте пять вопросов Которые я вам накануне этого выступления делала И вы помните, что это за вопросы И просто, исходя из этого Найдите у человека вот эту потребность Раскройте её С помощью вот этой вот Используя эти фразы И понимаете, и всё будет нормально Наш бизнес Наш бизнес Это Это Система дубликации Это постоянство Постоянство вот этих встреч Простых встреч Которые могут повторить огромное количество людей Понимаете, не умничайте Я вам сегодня рассказала Огромные секреты Огромные секреты И надо просто это использовать И успешные сетевики Это используют Я бы хотела, чтобы использовали Эти возможности Каждый из вас И чтобы у вас было Очень много Подписаний Очень много подписаний Посмотрите это видео Ещё несколько раз Посмотрите Вот эти вот обороты Которые я здесь Значит Использовала Вот И сделайте Заламинируйте Вот вы пишите эти потребности Значит Заламинируйте С обратной стороны Напишите Какие-то ключевые фразы Я думаю, что вы вспомните Если вы много встреч проводите Вы вспомните ещё Какие-то фразы Которые у вас работают И вооружитесь Вооружитесь И поверьте мне Самое главное сегодня Назначать встречи 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 И если вы будете подкованы Если вы будете профессиональны Поверьте мне Результат не заставит вас Долго ждать Ну на этом я Заканчиваю Время моё вышло Мне было с вами Очень приятно Ещё раз Встретиться Огромных-огромных Вам успехов Я смотрю пока Только о неблагодарности Мне сделали замечание Что Марина Вам нужно отвечать На вопросы Я думаю, что Каждый из вас Знает Мой скайп Поэтому Задавайте Вопросы в чатах Задавайте в личку Я с удовольствием Отвечу Больших-больших вам Успехов Хороших вам Хорошей вам Дороги На крупные мероприятия Наше И Ну всё До свидания До свидания Всего доброго С вами была я Марина Хмелевская Больших вам успехов Я вас люблю Пока Конечно Всем срочно Применять то, что дала Пока Применять то, что дала Применять то, что дала Срочно Применять то, что дала Срочно